Первые инвестиции в учет KZ у меня пришли из разных мест. Во-первых, это сэкономленные деньги, которые я заработал, работая во ООШКе. Второе – это занятые деньги у родственников. И третье – это продажа собственного автомобиля. Все ошибки стартапера я сделал. Да, это только мои вложенные деньги и занятые деньги. Тогда еще институционально не была развита именно такая схема привлечения денег, как сейчас. Сейчас это очень удобно. Или же госпрограммы, или же какие-то акселераторы. Сейчас очень много делается в Казахстане для бизнеса, для стартапов. Прямо рай. Первый такой совет, который был мне дан – начни работать в своем окружении. То есть начни со своего окружения. Если тебе удастся сделать 10 продаж для своего окружения, то этот проект вполне возможен и реалистичен. Не создавать сначала продукт, а попробовать свою теорию на обычном лейдинге. Потратить какую-то небольшую сумму в рекламу. И тогда уже будет видно количество продаж. И уже исходя из этого можно делать какие-то выводы. Или же стартап развивать, ну или же это будет старт-даун. Я думаю, что необязательно быть человеком из отрасли, чтобы развить какой-то бизнес. Главное, что у тебя внутри. Если у тебя есть островление, ты можешь не только заработать на том, что сулит тебе этого отрасли, в которой ты находишься, но и что-то сделать, например, вопреки. Обязательно это честность. То есть быть честным перед своими контрагентами. Это самое главное правило мое в бизнесе. Второе – это настойчивость. Покупки совершаются не сразу. И чем больше ты настойчивый, тем больше у тебя шанс сделать продажу чего-то. Если мы говорим про бизнес, бизнес – это продажа. Продажа своего продукта или услуги для контрагента. Третий совет, я скажу, наверное, неожиданный. Не слушайте никаких советов. Почему? Есть определенная зашоренность у бизнесменов, которые добились чего-то. Я начинал в 2006 году. Было совершенно все по-другому. Вы, бизнесмены, начинаете сейчас. Я могу давать вам советы из прошлого, но вы видите лучший этот мир, исходя из вашего окружения, исходя из вашей ситуации. Поэтому не слушайте ничьих советов. Если вы думаете, что ваш бизнес пойдет, он реально пойдет. Когда мы что-то делаем, мы уверены в определенном результате. Поэтому мы делаем определенные действия, но результат, он может быть неожиданным. И когда от определенных действий получается неожиданный результат, многие называют это ошибкой. Я же называю это результатом, но он не тот, который ожидал. И, собственно, дальше корректирую свои действия с учетом этих результатов и иду дальше. Субтитры создавал DimaTorzok